Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. Что такое Loop Builder в Elementor 3.8? Давайте в этом видео посмотрим и разберемся, что за новшество и как с этим работать в новой версии Elementor. Итак, на моем тестовом сайте Elementor Pro на момент записи видео последняя актуальная версия 3.8.0. Это видно. И бесплатный Elementor тоже версия 3.8. Loop Builder это новый аддон, новый виджет в Elementor Pro, который по сути позволяет вам размещать динамический контент в любом месте на вашей странице Elementor. То есть это ваши статьи блога, это ваши товары и звукомерс интернет-магазина, страницы и другие элементы. И это все дизайнерски оформлять. И давайте посмотрим, как это включается в Elementor и как это настраивается на практике. Первое. В настройках Elementor, в экспериментах вам нужно найти, зациклить. Здесь вот переводится по-русски уже у меня. И обязательно включить активировано. То есть это вот этот и есть новые возможности в Elementor. Вот этот вот виджет, чтобы он появился. Плюс, чтобы появилась возможность в конструкторе Elementor создавать шаблоны. И нажимаем здесь вот сохранить. Я буду рассматривать на примере статей блога. Вот у меня есть некие статьи на сайте. Далее я перехожу в шаблоны, конструктор тем. Сначала нам нужно создать тему, то есть заготовку для статей. И таких заготовок может быть сколько угодно. Находясь в конструкторе, вы найдете Loop Item. Такой вот элемент. И он появляется только тогда, когда вы в настройках сначала активировали эту возможность. Напротив я нажимаю по плюсу. В центре мы с вами видим вот такой вот элемент с плюсом. Это значит, что мы можем сюда загрузить любые аддоны. Видим некую ветку, где написано рекомендуемые. И вообще вы можете вставить сюда любой виджет. И смотрите, например, вот есть анонс записи. Перетаскиваем в эту область. Это значит, вступительный текст статьи будет выводиться. Сначала я должен подготовить шаблон, и дальше вы поймете уже, как это будет работать. Здесь уже в настройках я понимаю, что автоматически будут подтягиваться сюда динамические данные из именно анонса статьи блога. Далее здесь можно приукрасить, например, вот у меня в данный момент цвет текста. Ну, я хочу сделать его поярче. Далее я хочу выводить, например, изображение, сопутствующее изображение над текстом, размещая его здесь. Здесь тоже говорится о том, что у нас будет автоматически подтягиваться изображение. Единственное, что я выберу здесь поменьше размер. Выравнивание. И ссылка. Если вы хотите, чтобы со страницы картинка вела прямо на полную статью, произвольная ссылка. Я здесь вот кликаю на баночку вот эту, да, и выбираем динамические данные URL записи. То есть автоматически будет проставляться каждой записи своя уникальная ссылка на полную статью. Информация, например, о записи, да, вот это может выводиться, кто создал запись, дата создания. Здесь вы можете этим управлять, выбирать там автора, дату. Вот, например, нет комментариев или есть комментарии, я удалю, чтобы это здесь не выводилось, к примеру. И в общую колонку можно зайти, к примеру, я хочу задать какой-то стиль. Например, я хочу задать границу сплошную в один пиксель. У меня там красный дизайн, так сказать. И добавим еще скругленные края. Даже, наверное, я сделаю три пикселя границу. Размещать я буду. Вот у меня есть главная страница в виде лендинга по продаже электросамокатов. И здесь у меня черный фон, поэтому буквы вот эти черные, да, я, наверное, поспешил сделать их черными. Их либо делать белыми, либо я сделаю красными, чтобы их здесь тоже было видно. Кстати, для тех, кто хочет полностью освоить Elementor от корки до корки, так сказать, от А до Я, то у меня есть полный, полноценный видеокурс Elementor Pro от А до Я, Elementor и Elementor Pro. Ссылка на презентацию моего видеокурса найдете в описании под этим видео. Итак, здесь в настройках название шаблона я хочу назвать статьи блога. И таким образом у вас могут быть потом в дальнейшем разные шаблоны. Потом, например, шаблон под товары, в e-commerce, под какие-то другие элементы. Далее нажимаю опубликовать. Здесь мы с вами закончили. Далее я перехожу в странице. Например, на главной странице перехожу в режим редактирования через Elementor. Я хочу разместить где-то на странице вывод нескольких статей, последних статей, за счет нового Loop Builder, нового виджета Elementor Pro. Я прокручиваю страницу ниже. Например, вот в этой области, в ветке Pro, вот в ветке Pro. Вот здесь вы увидите, видите, Loop Grid. Перетаскиваем, как обычный виджет, сюда. Вот здесь у нас сразу спрашивают шаблон. Мы можем просто найти его по названию, который мы сейчас только что создали. Я назвал его «Статьи блога». Я написал лишь только первое слово. Шаблон, вот он, найден, только что созданный мной. Я его здесь выбираю. И сразу вы видите, как сетка размещается. А вот такие вот статейки сразу в дизайн. И это динамический контент. То есть я хочу, чтобы вот на лендинге у меня где-то в блоге еще и статьи показывались моему клиенту, чтобы он понимал, что здесь можно еще почитать что-то интересное. И вот дальше уже мы как раз с вами настраиваем количество колонок. Например, вот по две отображать. Я сделаю по три. И выводить, например, три. То есть три статьи, но здесь есть возможность внизу разместить кнопку «Загрузить больше». То есть человек нажимает и подгружается сразу еще. Либо Infinity загрузка. Дальше можно выбрать там «Кирпичная кладка». Следующее. Здесь вы можете настроить, что будет выводиться. Стоит по умолчанию записи. Смотрите, например, товары. Вот у меня выводятся реальные товары из WooCommerce. Здесь включить и исключить. Разные параметры сможете здесь настроить. Но самое интересное здесь тоже – это бесконечная прокрутка «Закрутить по клику». Я хочу разместить. Видите, появляется такая кнопочка, которую вы можете настроить. Текст на кнопке меняется здесь. Кнопку «Расположить» как хотите, можете. Пользовательское сообщение можно здесь, когда статьи закончатся. Если человек нажимает несколько раз на кнопку, здесь будет написано «Больше нет записей». Сейчас мы это с вами посмотрим наглядно. И дизайн таков, что здесь у меня не читается абсолютно типографика. То есть я сделаю пожирнее. То есть болт. Дальше цвет я сделаю темный, чтобы на желтом читалось. Это если кнопку я оставляю желтую. То есть вот так вот оставим. И здесь все хорошо с мобильной адаптивностью. То есть автоматически идет перестройка. Вот эти блоки. Смотрим на мобильном. Вот эти блоки начинаются. То есть они подстраиваются. Я тут ничего не настраивал. У меня сразу все хорошо смотрится на мобильных устройствах. Нажимаем «Сохранить». Обновляем страницу сайта. Я делал картинку с ссылкой. Вы помните, видите, я навожу мышь, пальчик появляется. То есть по клику по картинке я провалюсь именно в эту статью. То есть она просто здесь у меня не оформлена по дизайну. Но я проваливаюсь реально в ту самую статью, как и должно быть. Теперь проверка работы кнопки «Загрузить еще». У меня идет загрузка. Подгрузились еще статьи. Просто здесь всего шесть статьи на сайте, их больше нет. А так была бы дальше еще кнопка «Загрузить еще». Так как статьи закончились, появляется текст. Видите, больше нет записей. Его вы можете тоже менять. Или вообще его не отображать. Все очень круто здесь у разработчиков в Elementor Pro. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok